Часы неправильно Отец Наш Небесный, благословите занятия, дай нам мудрости понять Слово Твое, Чтобы оно легло в наши сердца и в умы, помоги нам, Господи, Тебе за все вечно, Отец Сын, Святой Бог, слава, аминь. Мы остановились, по-моему, на 16 стихе, да? Да. Итак, Евангелие от Морфея, 6 глава, 16 стих. Так же, когда поститесь, не будьте унылых, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Толкование. А то я не опащусь, а то я его укусить могу. Ну вот, это уже они скажут, что лицемерно, это по-настоящему постится. А на показателях, вот, я подхожу к уполномоченным прелигиозным культам в Барнауле, по Алтаю, Седишев Александр Петрович. Стоит в церкви, молится, главный душитель был. Уполномоченный прелигиозным культом это обычно ставите на пенсии генерала КГБ. Генералы. Редко, когда там полковник. Ну, этот, видимо, фронтовик и прочее. Стоит. Великий пост идет, гляжу, идет наиспать, защищается. Я вас спрашиваю, а посты-то соблюдаете? А как же? Я говорю, не едите мясо. Ну, я ем так разрешение. А как же? Это у меня желудок больной, я бульончик, курочки. То есть создали церковь по своему образу. Советская власть. Душили, убивали, ставили тех, которые полностью подчиняются Советской власти. И вот они теперь все до одного. Все 100% архиереев были ставленники КГБ. Все 100%. Обычно представляется 6 кандидатур. Как мне говорили. И тогда берут из них самого жадного. За деньги все может продать. Ну, и таких нашлось 6. Но, говорит, это качество не показало. Теперь тот, который не просто делает, А делает с охоты, выполняет наши указания. Храм закрыть, он закрывает. Вот таких мало, говорит, только 2. Значит, остальные отмели. Вот из этих теперь они начинают смотреть. А вот какой есть такой, чтобы за границей он выполнял нашу волю. И никто не догадался. Такой хитрый, говорит, такой только один. Вот его теперь ставим патриархом или епископом. Это все открыто в докладе Фурова. Этот доклад каким-то образом сумели вырвать. И его опубликовал отец Глеб Японин, царство ему небесное. Так ему в КГБ говорили, кто вынес, это в Центральном комитете партии доклад был сделан. Центральный. Как это за пределы его вышло? Ему срок 7 лет. Полсрока тебе сразу убираю. Только скажи, если обещают, они могли это сделать. Он не сказал. По полной катушке отмотал. В якутских лагерях. Недавно он умер. Его поносят все, кому не лень только. Я лично знал. У меня записано его интервью 16 часов. Интервью 16 часов. Образиль. Полковник КГБ. Там был подполковник Юрий Николаевич Никулин. Ко мне приехал. Мы знаем, что вы его записали. А вы не дадите нам послушать? Я говорю, конечно нет. А я уже освободился в 86-м. А почему? А зачем? Вам это и не надо. Но я лично для себя. Ну лично для вас у меня на дом приходите. А если на работу? Ну на работу могу телефон приносить. Я пленки возьму. Он приехал. На работе. А я же как сторож обошел. У меня там скамейки, лежанки. Я лег там, поспал. Вот он пойдет печь и делает. А он-то тут теперь сидит, как сыщет всю ночь. Я мотаюсь там по базе. Не прилечь, не присесть. В утро он встал и говорит, да, великий мудрец. Прослушал. Все. Да вообще-то не все. Это там 16 часов, а тут только 8. А одну пленку я дал. Больше я им не дал. И вот образец. Если ты искренне постишься, соблюдаешься и напоказ, этого не надо делать. Твоя вся жизнь будет из поста. Анна, дочь Фануилова, служила Богу постом и молитвой. Каждый день. 84 года. Когда срок жизни был не такой большой. Постом и молитвой служат день и ночь. И вот об этом Господь сказал, сколько вот этой показухи. Молиться, чтобы обязательно видели. Поститься, чтобы обязательно видели и говорили. О, этот человек. Это, о, как он постится. По неделе не ест, в рот ничего не берет. И вот он заходит поесть и в город. Здесь город стонет. Какой праведник умер. Это в столетии один такой рождается. Он подходит ко гробу, там, где хоронят. И видит, стоит сатана и трезубцем души его вынимает себе. Одному только это видно. Вот и все. Поэтому наши суждения бывают не просто слабые, неверные, ошибочные полностью. Вот услышал о посте. Да не будет такого самого. Нам церковь назначила, когда посты. И у нас не пост, а меню меняется. Полный пост, это не пить, не есть. Ничего. Ни капли. Вот сектанты именно так и понимают. Ну, они там до обеда или сколько-то там. А у нас так, семь недель не пил и не ел. Как это семь недель? Это повисит только один человек один раз. За всю мировую историю. Он 70 дней не пил и не ел. Один. Христос или я, Моисей, по 40 дней. Не пили и не ели. У нас в весеннем крови, и мы умрем. Мозги закупорят, и мы упадем сразу. Считай. 17-18 стихи. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Толкование. Помазываться Илеем после умывания у древних было знаком радости. Так и ты, показывай себя радующимся. Но под Илеем, разумеется, также и милостыня. А под главою нашу Христос, которого должно умощать милостынями. А лицо умывать, значит, душу очищать и чувства омывать слезами. Мне говорят, вы эгоисты-христиане. Я говорю, а по каким признакам? Да все делайте до Сарства Небесного, чтобы попасть туда. Но я говорю, наш-то эгоизм основан на любви к ближнему. Не так, не написано такое, когда будешь богатый, как Абрамович или Березовский, вот тогда тебе царство откроется. А когда ты богатство раздашь. Раздали имение свое, написано, к ногам апостола принесли, положили. Да, это эгоизм, в том смысле, как понимают. Отвергнись себя. Ты хочешь быть в районе. Я все делаю, чтобы в Царство Небесное попасть. На меньшее не рассчитываю. Но это эгоизм? Ну да. Я должен согласиться. Вот меня допрашивают в психиатрии, когда был. Мазур приехал. Моисей Аронович. Понятно, кто он. И он мне говорит, вы как считаете подвиг Екатерины Великой и Варвары Великомущеницы, и Зои Космодемьянской? Чей подвиг выше? Я даже задуматься не знаю, говорю, Зои Космодемьянской, конечно. А почему? Потому что эти знали, что они получат обратно отрезанные груди, растерзанное тело, отрубленные пальцы, выдавленные глаза. Они сразу получают после смерти. Зои ничего не надеясь получить. У нее ничего впереди не было, кроме пустоты и черноты. И она шла на это. Хотя она была и не та патриот, как показывают. Она поджигала крестьянские дома. Ее крестьяне и немцы схватили-то. И выдали ее властям. Этого не было. Александр Матросов грудью закрыл амбразуру. И показывает теперь ту амбразуру. Скажите, как он мог ее закрыть? Вот амбразура. Там ДОТ называется бетонный. Мы были на Украине, там где войны прошли. Вот такая, примерно, бетонная тумба стоит. Вот на этом уровне там щель. Все остальное бетон там полметра. Его ни пуля, ни снаряд не пробивает. И оттуда строчит пулемет. Ну как он может ее закрыть? Ну даже если ему некуда деваться. Действительно так. Он подбежал. Немцы стреляют. Говорит, у них фури были, кажется, в три что ли раза тяжелее нашей. Его метра на два только отбросило. Пулемет строчит. Ну и как он? Ну тело сползло, да и все. ДОТ-то это не на уровне земли. ДОТ-то на этом уровне находится. Ничего этого не было. А чем нужен был герой. Сегодня все это пишут, комсомольская правда и показывают. Ты сильно-то не расхолаживайся. А у христиан как? А христиане на это не смотрят. Они несут мир. Они никого не убивают. Это потом церковь стала прославлять воинов. У христиан этого не было первого века. А Корнилий, так он вышел на гражданку, отставил. А Лонгин, там, которые у креста были, он тоже ушел в отставку. Его житие, говорит. Они все перешли в мирную жизнь. Они не были воинами. Андрей страдал от две тысячи воинов, уверовало. В ущелье пошли, за ними гонятся селев. И они, говорят, были отличные воины. Они помогли как? Они влечили в землю. И ни один голову склонили, как траву, говорит, посекли всех. Тысячи. Тысячи. А сегодня, говорю, не так учат. Ты на все это смотри глазами евангельскими. Я вот сегодня хотел сказать. Так. Светлана, ты тебе родная сестра? Да. У нее сын Яша есть. Ты в интернете видела его интервью? Ко мне его поставили. Это Юля поставила Критякова. Она как администратор, старший супермодератор. И он дает интервью. Яша. Я советую всем посмотреть. Вы можете с чем-то не соглашаться или что-то. В первую очередь, как он выглядит. Симпатичный молодой парень с бородкой. И она спрашивает его о путешествиях. Где он был? Ну, Фаст. Фаст это немецкая фамилия. Родственники все в Германии. Он там был. И он рассказывает, как он там был. А что больше всего вас поразило? Это то, что они собираются, писание изучают. А у нас у православных нет этого. Он это подметил. И который берет у него интервью. Пейзаж такой, видимо, река Том течет. Ну, не картина эта. Прекрасно просто все. И он, молодой там юноша, тоже немец. И спрашивает, а кем ты хочешь быть? Там, ну, друг друга, молодежь, что он говорит. Я буду папа шофер, и я шофером буду. А у нас как? Космонавтом только. А если женщина, то артисткой будет она. Что-то понятно. А тут нет. Обыкновенный шофер. Ну, я... Ну, сразу и говорят ему. Ну, теперь ты поездишь. Знание русского языка у вас. Ты будешь ездить, тебя направлять будут в Россию. Ты сколько нового? Да я не хотел туда ездить. Я хотел так, чтобы к вечеру домой возвращаться. А почему? На воскресенье же Слово Божие в церкви изучается. И Яша говорит, вот это меня тронуло. Нет у нас этого. Уехал на неделю, на месяц, нигде, на год, и нужды нету. Поехал на заработки, на север где-то. И этот Яша, Фаст, все это рассказывает. И поставили в тему Петерима Валевтина, ее внук. Когда они о себе рассказывали, ну, в какую тему-то Яшу поставить-то? Ну, внук, то есть наша Аллочка, ее это внук, Мишин. То есть, ее дочка Света, это ее сын. Вот, посмотрите, как надо давать интервью. Он вычленил главное. Что-то не так. Еще опыт видно. Он заканчивает архитектурный, кажется, тоже это нужно. Или еще... Строительный. 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 Ну, так это строительный и есть. Это к строительству относится, архитектура домов и прочее. Может быть, он сказал, промышленно-гражданское строительство. Там это и архитектура идет. Но я так понял, что он больше к этому склонен. Вот. Если будете звонить, поблагодарите. Скажите, хорошее интервью. И мы слышали отзыв. Я вам внимательно. Оно длинное такое довольно. Как собираются, где бывает, где ездил, потеряю, киплыл. Он все рассказал. Что больше запомнилось. Молодой человек. Вот когда коснется вам, чтобы вы знали, главное сказать. Вот у нас исследуется Священное Писание. Мы, если так разобраться, так мы и не православные. Совершенно. Нас легче назвать баптистами, сектантами, кем угодно. А мы говорим, мы евангельские православные. Православная евангельская вера. Мы строго стараемся все соблюдать написанное и все время разбираем Слово Божие. Слово Божие, вот еще попутно сказать, это Святая Библия, Священное Писание. Три названия, запомните хорошо. Священное Писание, Слово Божие, Святая Библия. Это одно и то же. И когда кто-то считает или цитирует, никогда не перебивайте. Да кого он баптист? Здесь нет баптиста. Здесь Евангелие от Матфея. И человек это считает, его только уста говорят. Мы очень дорогой, я одного из наших братьев спрашиваю. Вот у человека рот, как по-другому называется? По-другому. Ну, какие-то названия. Если сказать по-другому, ты догадаешься, что это рот? Ну, хайло, правильно. А еще как? Пасть. А еще как? Больше не знает, что сказать. Говорят, уста. Так это губы. Нет, губы это не губы. Это уста. И о Иисус, отверши уста свои, начал говорить. В устах его, в устах, не в губах, а в устах язык, где шеолица внутри. Вы научитесь мыслить библейскими категориями. Вот кто немецкий язык знает, вот я сейчас произнесу слово одно по-немецки. Гальтемауль. То есть закрой пасть. А по-немецки это означает одно слово. Заткнись. Это язык приказа. Как Тургенев это описывает. Вот в этом дело. Мы сейчас смотрим. Священное Писание говорит. Правильно. Рассуждать не надо. Оттолкование. Оттолкование. Мы отдали святые отцы. А мы. Называется экстраполяция событий. Перенести на сегодняшний день. А как это выглядит? А когда я где бываю? Нужно ли поститься или нет? Ну, как я поститься? Я сижу в камере. Страстная Пятница. Ну, как я тайно буду? Открывается кормушка. Берите. Если я не взял. А у меня есть список. Нас пятеро. А взяли четыре. Где пятый? Мне сразу доложат начальству. Что? Голодовку объявил? Значит, меня должны отсадить отдельно. И теперь под наблюдением врачей. Теперь меня повалят. Шланг в рот. И будут закачивать. Обжигать желудок. Я беру. Ну, а рядом сидит наркоман. Я ему потихоньку отдаю. А вот. Два завтрака. Два обеда. Два ужина. Говорит. У меня, говорит, дупель весь день. Дупель. Это шесть. Шесть давно, когда играют. Четыре-четыре. Он дуплится. Сидит. Ну, открыто? Да, открыто. Ну, а как ты по-другому сделаешь? И ты должен сориентироваться где-то. Ты внутри себя не кищись этим. Я бы с удовольствием съел. Время подошло. Господь, наши фарисеи, иногда поднимают вот так и показывают. Есть такая неделя. Мы-то не фарисеи перед постом-то, что говорят, о, это наш праздник. Пошли. Игнатий, вот. А, возможно, вот вы-то начитывали Библию. Да. Возможно, что эту Библию на каких-то других сайтах? Да, у них. Вообще, вот в интернете. Найти, которые другие начитаны? Да. Теперь много. Когда я считал, никого не было. Считают с музыкой. Вот нет, вот именно ваше начитанное, но слушается не на вашем сайте, а в других сайтах. О, это конца нету растянули. Тоже, да? Даже конца нету. А теперь как вы к этому относитесь? Положительно. Я так и говорю. У меня разницы нету. Они иногда авторские права заявляют. И вот там Есиков и еще Горюхин какой-то выступают о нем. Так, а критикуют там в Библии по-своему где-то. Итак, вот двой был там, то другое. А где же, интересно, там пища-то помещалась? Да где бы взяли-то? Итак, послушаем. Игнатий Тихонович, считайте дальше. И включается мое, я говорю. Я их не знаю, кто они такие. Дальше опять. Так. Вот это понятно. Ну что, Игнатий Тихонович, можете продолжать? И опять мой голос, я дальше считаю. А они там против, говорят-то. Ну говорят так, знаете, стихица такая, но все-таки, но главное-то я засчитываю, что есть. И один говорит, я вот послушал, там насчитывает артист какой-то, артист настоящий. Вот меня сейчас спросят, кто лучше насчитывает, я сразу скажу, он. А люди говорят, даже несравненно хуже он насчитывает. Почему это артист? Это, говорит, по голосу, вы сами не понимаете даже. Мы вас слушаем, это как будто бы, вот если архипелагулах, это, говорит, зэк считает. Артисту это не прочитать. Он не знает, где акцент сделать. Так и в Библии. Ее размолотили. Я один раз стал считать, там, ну, нашел 50 разных ресурсов, примерно. Мест, где эта Библия скачана и выставлена, и разбита там по-разному, отдельно канонические, отдельно неканонические. Там украшено, как я грянул, ой-ой-ой, никогда не думал. Так я насчитал-то не один раз. Один раз на пленку, а второй раз уже здесь. Я вот своих побуждаю, когда я и рассказываю. Вот Библия с неканоническими 77 книг и архипелаг ГУЛАГ на компьютер я насчитал ровно за 30 дней. Поняла? Архипелаг – это три тома. И Библия. Все вместе занял у меня 30 дней. Я начал 1 сентября и к 1 октября закончил. Это Бог так делает. Это невозможно. Один раз уже посягнул, было заново пересчитать 12 томов златоуста. Но остановился вовремя. Показал четыре причины, почему не насчитать. Первое, через глаза надо, я уже через лупу смотрю. Ну, сколько можно за компьютером-то сидеть? Первое. Второе. Человек должен слышать свой голос, диктор. Слуха нет. Третье. Должны быть очень хорошо легкие развиты. У меня бронхи как тряпки. И не шепеляй ведь зубы. Четвертая причина. Поэтому я предлагаю найти молодых, и чтобы они насчитали. В интернете так все написано. Но пока никого не нашлось. Вот никого нигде. Когда я ездил по России, то сказал, вот у меня работа идет. Оригинал, начитанный златоуст. Это 64 пленки. 64 по 8 часов, там кажется 20 минут каждая пленка. Представь себе, какой материал. Житие святых. 12 томов по Дмитрию Ростовскому. 40 катушек. Там 8 часов каждая катушка. Сейчас не могу сказать. 5 или 20 минут плюс к тому. Добротолюбие 5 томов. Библия. И я отдаю это даром. Кто может размножать? Даю пленок. Допустим, 3000 пленок. Катушек. Это вообще, это огромный материал. И 3000 рублей. При пенсии, не пенсии, а зарплата была 72 рубля у меня в месяц. Даром отдаю, даром. И только один человек я бы взял, если бы разрешили эти деньги потратить на себя. И никто не взял, кроме КГБ. Они пришли, так никто не берет? Нет. Они все знают. Ну мы забираем. А потом будут хвалиться в топках какого-то завода там, аза что ли, там сожгли. Я не верю в это. Не верю. Это Бог так делает. Если ты для Бога делаешь, Бог благословит. А вы хвалитесь. Это благодать только может умудрить. Хвалящийся хвалить Господа. Мой Господь позволил делать. И по сегодняшний день нету нигде насчитано жития святых полностью одним голосом. Считай. 19-21. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Толкование. Изгнавший болезнь тщеславия напоследок говорит о нестяжании. Ибо люди приобретают много имущества для тщеславия. Он показывает чету земного сокровища. Потому что червь и тля портят пищу и одежду, а воры крадут золото и серебро. Потом, дабы кто не сказал, не все же крадут, он говорит, хотя бы ничего подобного не было, но то самое, что предаются заботе о богатстве, есть великое зло и бедствие для души. Потому что пекутся о вещах тленных и забывают Бога. Посему и говорит. А посему и говорит. Все. Все слышали это. И блажен человек, который избег этой сети. И всегда говорят. Ну отложил-то я не просто так, а на черный день. На черный день. Я говорю, самый страшный черный день, страшный суд будет. Когда солнце, написано, погаснет, и звезды, и лунами на свет, а самый черный день будет. И вот к этому дню надо готовиться. А как? Блажение давать, нежели принимать. Это написал апостол Павел, говорит. Сам сказал Господь. А где он сказал, неизвестно. Видимо, самому ему открыл. Да не будет рука твоя, растертая к принятию, дай, из сжатой приотдаче, чтобы этого не было. Вот так. И как приветствовать, говорит, друг друга. Это отдает и говорит. Подает ему, говорит. Да не оскудеет рука дающая. А этот говорит. Да не отсохнет рука берущая. Пожелание должно быть четкое, ясное. 22-23. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? То есть, если ты оковал свой ум заботой о богатстве, то ты погасил светильник, омрачил свою душу, потому что как око, когда оно чисто, то есть здорово, освещает тело. А когда темно, то есть нездорого, оставляет его во тьме. Так и ум заботами ослепляется, а при слепоте ума темна бывает и вся душа, ибо ум есть око души. Ну, вам приходилось с кем-то разговаривать и говорить, вот то, что ты сейчас сказал, это свет или тьма? Вот такой фразой. Вот разговариваешь, и человек говорит не то. Видно, что злобится, не может остановиться. Но я говорю, это свет или тьма в тебе сейчас-то где-то? Ну, правда это или неправда? Если это, говорит, свет, который тьма, то какова же тьма тогда? Ты тьму свою, вот эту злобу, мстительность, злопомнение, называешь светом, а то богу угодно. Ты ходишь на исповедь с этим, а священник, если злобится, стоит в алтаре перед престолом, поднимает руки, и такая злоба. Это свет, во свете твоим узорим свет, поднимаешь руки, говоришь. Да оно это уже должно повергнуть на землю, и ты будешь бить со лбом о землю, и плакать, и рыдать. Стоит сегодня только взглянуть, и он помер. В землю ушло уже 100 миллиардов, миллиардов. И все думали, надеялись, ну как не живи сегодня, если 90 человек прожил, человек, о, это старейший будет. А если 100, ну не так и много за 100, а 200 ни одного на земле нету. А эти люди умерли уже, когда, как апостол Павла допрашивали, Фест, Феликс, уже 2000 лет. А где эти киллеры? Ни одного. А как их имена, никто не знает. Поэтому положи все для Бога. Для Бога. И Бог усмотрит что-то, что ты не знаешь. Вот у нас же положение сейчас подвешенное. Доски не везут, чебня нету. Только одно, Господи, дай терпение. Я доверяюсь, доверяюсь тебе, Господи. Ты же знаешь, я буду звонить, бить, толкать. Это ничего не поможет. Бог проверяет. Теперь только я спрашиваю, Господи, что ты хочешь через это сказать? Уехать мы не можем. Сугробы будут, мы будем разрывать лопатой. Но нам надо покрыть, иначе весна все сметет. Но почему? Те не подставляют, и виновных как бы никого и нет. Я говорил сегодня об этом. Тут что, Бог проверяет не их, а нас. Всегда нужно задавать вопрос, что Бог хочет мне лично сказать? Что в этом сокрыто? Вот надо просто узнать у Бога. А как это? Я не знаю как. Ну, допустим, я чувствую, что Бог отвечает. А как вы знаете? Ну, я тебе не могу передать это-то. Ну, слепому как передать? Какие цветы розового? Никогда не видел. Вот на днях, а вернее сказать, вчера, суббота была. Ну, наверное, вчера 17-е было октября. Нам нужно уезжать, а мы уехать-то не можем. Ну, а продукты-то здесь остались. Картошку-то успели, увезли. А другой это помидоры. Здесь целая машина набирается. Морковка отсылает. Матушку Виктору Андреевичу послать. Ну, машина полная. Шины-то летние. Дальше ехать нельзя. Сугробы. Давайте мы вас отвезем сейчас. А потом с молочниками прицепитесь. Ну, правильная мысль. Ну, Витя поедет. Кто поедет? Ну, кто? Я поеду с Витей-то. Потому что я хозяин дома. Все знаю, где и как. Ну, это я сказал. Он приходит. Приходит не один, а с Иванной. С молодой супругой. А, Иванна, можно поедет? А зачем она нужна? Туда-сюда таскать. Килограмм 60 туда-сюда. Так мы два мешка лучше погрузим. Нельзя. Но это все. Нельзя. Мы и так, рессоры вот так вот выгнуты. Новые рессоры поставили. Они в лепешку уже распрямляются. А ей-то охота. А я что там охота? Я это никогда не учитываю совершенно. Мне зачем? Мне вывезти надо. Сиди дома. Зачем тебя таскать туда и сюда? Вот у меня тоже он, Надежда Васильевна, лепится. Женя бесплатно везет. Женя, бензин жжешь из-за тебя. Он что-то увез бы другое-то. Туда-сюда. Она еще прижал. Все, не ездит. И нормально все. И лето кончилось. Витя говорит, буду молиться. Это мне теперь передали уже. Она говорит, но Игнатий сказал, он уже не отступится. Говорит, а я молиться буду. У Витя какая вера. И вот я пришел, Володя стряпает хлеб. Никита закалачивает там кельи. Я хожу и думаю. Если так, завтра думал я Володю послать. Потому что самому что ехать. Я ему все рассказал. Он там живет. А потом думаю, да к ней Иванна просится. И она машину умеет водить, а мы не умеем. Давайте так, решим, чтобы она ехала-то. И весь сказ. Витя ничего не знает. Утром вчера приходит. А то в пятницу он приходил. А то вчера в субботу была. Я говорю, мы тут рассуждали. Ты бери-ка Ивану. И он сегодня мне сообщает. А он молился об этом. И по вере ему будет это. Он молится, а у меня мысли переходят. Я думал-то Володю таскать в мешке к Володе. У тебя дела есть? Тут есть. Вначале-то на Володю думал я. Тут надо делать. Все, в лагере-то не доделанное. Поеду я. От меня все равно толку никакого нет. А потом подумал, да к нам с всем троим не зачем ехать. Там Иванна просится. А там позвоним. Братья придут, помогут разгрузиться. И все так и получилось. Все благословенно. И Витя говорит, ну мы сразу выйдем. Не приехал, остался. Там побыть, на занятиях. Все понятно. Видишь как? Он прямо молился и ответил. А я не стал противиться. Мне мысль полагается. Я ее озвучиваю. И они поехали. И Витя скажи, что не помолить. Он не поверит. Я не знаю об этом. Но рядом здесь. И вот так все совпало. Один к одному. Ты только будь внимателен. Нет. Я говорю, мы не догматики. Я сказал, по-моему было. Я сказал, вариант, который вижу. Ваш лучший вариант дайте. Первый вариант самый хороший Володе ехать. Подумали, нет, лучше мне. Все равно от меня толку нет. А потом подумали, мы тут одновременно и в баню сходим. И я что-то буду делать. Тут вчера я что-то делал, ходил. Но они поехали. Им как раз. И она довольна, и он доволен. А про их молитву я ничего не знал. Я правильно рассказываю? Да. Вот так. Пошли. Как слово сказать, вы сейчас позвонили. Все, привезли 6-метровый лес. И заказ закроют на этой неделе уже в первые дня. Не на неделе. Нет, не в первых днях. В первые дни скажи. Иначе непогода будет там. Кырдык. Знаете это слово? Чего она означает? Капу. Секирбашка. Капу. Кырдык. Кто знает? Не знает никто. Надежда Васильевна одна знает. Секирбашка. Понятно. Это конец. Секирбашка. Все кончилось. Нас мороз. Потому что нам надо воду. Мы делаем это, мы соманим. А все стынет. Все стыло. И вообще. Ну. Отработка-то не застынет. Ну ладно. Я ее в рабочую келью поставил, не замерзет. Понятно. Давай. 24. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамонне. Толкование. Двумя господами называют Бога и мамонну, потому что они дают противоположные приказания. Мы поставляем в господина себе дьявола, исполняя его волю. Равно и наше чрево делаем Богом. Но существенный и истинный Господь наш есть Бог. Мы можем, не можем мы работать Богу, когда работаем мамонне. Мамона есть всякая неправда. Неправда же дьявол. Видишь, что для богатого и неправедного невозможно служить Богу, ибо алчность к приобретению имения отвлекает его от Бога. Эти слова практически все знают. И кто этого избежал? До конца все это пройти, это слова глубокие и глубокие. И черта подводится. Не можете. А сколько людей, которые пытались? Сколько богатых было? Которые для себя сегодня. Крепостное право до 61-го года, 1800. И вот считаешь, князья как вели себя, бояре, дворяне, священники везде лезли. И все основывалось на богатстве, чтобы был доход. И вдруг все кверх ногами, ничего нигде нет. Ни один, ни два, все под нож. Все. Мера достигнута. И бог пустил в молотилку. Самое страшное, что сегодняшнее состояние церкви почти копируется за революционного. Опять так же везде лезут, везде цензуру, все они определяют. Так же сексотничают, властям доказывают попы, священники-то. Но сейчас они, допустим, здесь сидите не вы, а сенот сидит. Сенот православной церкви. Ну вы не согласны со мной? Конечно нет. Ну ладно. Но человек, который не кается в согрешениях своих, может он спастись или нет? И это возводит в эталон. Ну, нет. Ну а где покаяние перед старобрядцами? Как их гнали? Как преследовали? Как они епископов в большой короб, корзина, как возили из деревни в деревню, как за зайцами волки гонялись? Было? А сектантов штунду как преследовали? Степника Кравчинского почитайте. Ну и других-то почитайте, посмотрите, что было. Лев Толстой-то зачем помогал выехать Малаканом? В Аргентину там они выехали все. На Молочные реки ссылали. Было, было. Где это покаяние? Где? Папа Римский принес покаяние. Перед евреями, перед всеми. Да, были неправы. Но вот распяли такого там, сожли такого Яна Гуса. Перед всеми принесли покаяние. Евреев гнали. Да, в войну мы с немцами сотрудничали. Да, было. Здесь ничего нет. Ну, доброе-то дело или не доброе крепостное право. Что было? Ну, вешали декабристов-то. Ну, пять тысяч человек-то. Ничего бы они не значили, если не повесили-то. А на это уже дальше стихотворение Пушкина. Свобода радостно там взойдет. И все. Как храните там в рудниках своих. Можно это было не делать? Александра, Ульянова не вешать. Упрашивали, молили. Нет, царь приказывает. Как? В 24 часа повесит. Там о другом речь идет. А вот теперь он пришел. Пойдем другим путем. Отомщу за брата. И вместо одного я убиваю миллион. Миллион. Полностью все будет. А более жестокого, чем Ленин, человека, история мировая не знает. Не знает, как классы истреблял. Дворянство, офицерство. Все. Церковь. Все под корень. Ну, можно было не давать этой причины. А как же, он бы не тронул, он бы не родился. Не родился. Мы вчера смотрели, интересно, не вчера, сегодня. Выставили в интернете, там выступает Игорь Прокопенко. Ну, такая мировая-то. И мне ссылку делает Петеримов Володя. В этом ролике с 13 минуты про вас сказано. Сегодня ночью скинул. Петеримов Володя. Он тебе знаком. Ну, думаю, посмотреть. А у меня сейчас так, что все израсходовано. И могу смотреть только с часу ночи до 7. И компьютер не включается. Вот и все. Ночью только я с трех начинаю. Посмотрел, да и то еще там где-то. Не знаю, закачивал долго и все дневное время. Показывают Украину. Как щурки колят, как заготавливают топливо. Косят тростник. Какое топливо. И показывают наш детский лагерь. Я бревешка тащу с ребятишками. Ребятишки пилят. Это нынче, летом как было это все. Загуляем у девчонки тут. Показать. Ну, как будто это в Украине. Готовят топливо на зиму где-то. Красиво так. Красиво. Просто красиво. Ничего не говорится. А просто кадры идут. Небольшими кадрами. И Вова где-то надыбал. Будешь звонить, поблагодори его. Скажи, увидели себя. Благодарим. Я бы никогда не знал про это. А про Копенка это вообще союзная передача. Как Соловьев там о Путине. И фильм поставил отдельный. Им тоже за это попадает. А здесь, ну, красиво. Радостно такое тащим. Чурку, да, сирку. Бревно большое там с ребятишками. И пилят. Викруг только они пилы сверкают. Это Украина заготавливает себе на зиму. Нас украинцами сделали. Украинцы братья наши родные. Видите, сколько нового знали. Поблагодари, фастам позвони. Скажи, очень хорошее интервью дал молодой человек Яков. Ему будет приятно, что мы посмотрели, его услышали. Потом можете зайти и посмотреть на нашем форуме. Поставили это. Пошли. 25 стих. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Толкование. По алчности к имуществу оторгаются от Бога. Душа, будучи бестелесна, не имеет нужды в пище. Но Господь говорил таким образом по общему обыкновению, потому что душа, как видим, не может оставаться в теле без питания плоти. Господь не запрещает трудиться, но запрещает совершенно предаваться заботам, прекращая дело духовное и пренебрегая Бога. Вот что запрещается. Должно заниматься земледелием, но особенно нужно заботиться о душе. Кто дал большее душу и тело, тот неужели не даст пищи и одежды? Вот мы на днях рассуждали, посмотрели, что у нас есть. А одних только помидоров гнилых, половина комнаты. Сегодня все вытаскиваем на улицу. Ну, прихватил мороз даже в этом. В теплице не могли собрать вовремя. Там четыре ведра пропало. Вот. Вчера или сегодня вот меня Нила Александровна редки положила. Вчера меня заманула к себе Серафима Гавриловна. Луку дала и персу. Который, как перец, но он не горький. Зеленый. Даже заботиться ни о чем не надо. Все в избытке. Как Лена в прошлом году отдала нам помидоры не собранные. Мы ели, не знаю, больше месяца, наверное. Вот как-то кто-то, то Люда выбежала там с какими-то огурцами, то еще кто-то, вот Валя с арбузами. Чего нету даже. Потом у нас будет и помидоры, и все. Ну, ложка хороша, говорит, к обеду. И все как-то вовремя где-то ест. Веща наступила, стучатся, говорит, а мы пирог вам испекли. Вон Ангелина сидит. Понятно? Вот не заботиться ни о чем, только благодари Богу. Братья, давайте помолимся. Какой народ у нас. Как заботятся, как любят друг друга. Как нам это приятно. Я вспоминаю, такая была поездка непростая. Ну, представь себе, Европа, вся Европа перед нами шли. И как встречали, как к нам навстречу выезжали. Вот Митя сидит, Плотников. Как они с Мариной выехали далеко за город. Как он провожал вовремя. И как сделать нам там дешевле. Вообще все как припомнишь. Только сиди и поднимай руки. Аллилуйя, пой, больше ничего не надо. Батюшка звонит. Да, я 500 там, кажется, евро или больше там рассчитаюсь. Ну, в самом деле там везде шлагбаум перекрывают. Особенно в Греции. Я насчитал, кажется, 17 что ли раз остановили. И наша машина не идет ни за мотоцикл, ни за легковую, а за грузовую. И плати, и плати, не за счет. За то, что мы едем, за это заплатить. Больше нигде такого не видели. Даже в Польше не делают. И дороги не строят, ничего, а жить не на что. Страна бедная. Ну, берут деньги. Вот и мы благодарили. И везде забота такая. И мы выехали. И незнакомые люди встречали нас. Ну, просто награждали всем. Совершенно незнакомые. Представьте, мы отдаем книги, директор меня отводит в сторону, в другую комнату. Возьмите деньги. Возьмите. Я хочу быть участницей вашей поездки. Знаете, как это все дорого. Мы доверились Богу. И везде, где уезжаем, вот особенно было в Грузии, в Тбилиси, совсем непонятно. Никто не ждет. Вот мы прорываемся с другой стороны, через Дагестан. Там нельзя было никак проехать. Прямо напрямую в Грузию. Обвал. Горный обвал. И пришлось еще тысячу с чем-то километров лишних делать. Объехать вокруг, через Чечню, и опять туда, с обратной стороны в Грузию. И нас никто не ждал. Но мы уже знали, где отец Наума и крестник служат. Приехали. И он опять меня в алтарь. И сразу слово говорить проповеду. Мы сказали, мы не можем ни минуты. Покормите только. И мы скорее, мгновенно весь обед собранный. Комната-то. И вот тащат сумками. Я говорю, они что, купили где или когда не успели? Они из храма выходят уже сумки. Там лаваш, там сыр, помидоры. Чего только нет. Опять загрузили. Ну, пожалуйста, поезжай. Даже совершенно люди другой веры. Турки. И те о нас заботились. Турки. А то понимают, турки это какие-то, это очень трудолюбивый народ. Мы все это увидели. Как море это все размывает. Как они там работают техника. И вот разные олимпийские там комплексы. Путин нанимает все время турок. Турецкие рабочие. Это такие специалисты. Ровное место, как у нас. Ровное под дни ювелиры. Я даже не знаю, где у меня мост вот так вот. Получается. Одна дамба. И то не мог правильно сделать. А у них вот все. А как узнать? А вода залита. Рис выращивают. Рис. Вот теперь, может, рис начать выращивать. И главное, ступенями идет. Выше опять зеркало воды. Еще выше там где-то зеркало воды. И никуда не протекает. Ничего как-то не делают-то. Это надо ровнять было по одному сантиметру. Вода это же. Мы все насмотрелись и увидели, как много у Бога добрых людей. И какова любовь Божьей благословения, когда ты на Него возлагаешь все. Это мы только говорим. Представьте, за одну поездку мы истратили 444 тысячи. Только за одну поездку. За одну. А подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Это тоже наш расход. И как будто ничего не давали. Приехали, все у нас полное. Ну, просто, аллилуйя, пой день и ночь. Вот это и есть. Доверься Богу. И Бог так поведет, как ты никогда не обдумаешь свою жизнь. Я, Леш, верно говорю? Верно. Вот так. На новом месте строитесь. И Бог так усматривает. Я гляжу, и такой крышей кроете. Мы не видали даже. И Господь все делает. И дивная милость его. Мне сегодня зашел один, я снял тут ролик. Игорь Барабаш продает гречку. И там в заходе гречку трактором грузит. Да я пошел сейчас там за такой кулечек там 75 рублей отдал. Да вы сделайте все это так. Да вы же озолотеете. То есть не умеем реализовать продукцию, как люди говорят нам. Пошли дальше. Я об Аммоне говорю. Нет, ну что, фасовать гречку я могу и любомоюсь. Вот дам бы мешочки. Я вам переспрашиваю. Смотри, вот мне достал Виктор Андреевич. Повел, проверили, все. Аппарат, у меня лежит аппарат. Это самый современный аппарат. Из Швейцарии. Давайте их накупили. А я их только за границей надевал и здесь, когда с начальством разговаривали. Потому что в Германии мне сказали, бабки сидят и говорят, ну у них там это легко достать, видимо. Мы все стали глохнуть. Вот Павел-то наш прилепляет все время, он вообще не слышит. А я разговариваю везде и по телефону никто не догадается, что не слышит. Поэтому вы меня, простите, мне нравится, что я ничего не надеваю на уши. Увидели в интернете, наверное, Степа в очках. У нас в той ребятишке-то в очках все падает. Зачем вы ребенку даете очки? Надо тренировать. И там вот такая система и показывает, какая. Коррекцию глаз уводить. Помогает? Нет. Но говорят, все советуют. Как это делать? Это Жданов, да? Батюшка-то наш совершенно слепой был, его в темной комнате держали. А очки не носит и все считает. Это как корсет. Вот надену один раз корсет, надо мускулы развивать. Я только начал делать это, врач подошел один, ты эту бричку брось, говорит, там, в которой ходят на коляске. Ты тренируй. Виктор Андреевич сказал, веди меня тренажерный зал. Дня три прошло после операции на позвоночнике. И я вообще хожу, и никто не догадается, и нога не хлюпает. Гимнастика, повороты. Ну, самое главное, это поклоны. Вот. Не люби, мамон, и Бог так все устроит, что тебе думать не надо. Оно само будет течь тебе совсем. Я на днях ролик поставил, как мы еще делаем, и вот эту дорогу, да, мы тоже, огромный день. Я уже потратил больше 400 тысяч, так как здесь. Уже. Где-то 450 почти тысяч. Уже. И показываю на Бога. Я ничего не имею, не имею. И Бог так делает. Не заботься, мамону поразни поднай. А как, когда тебе разницы никакой нет. Я говорю, вот я выступаю, выступление, подходит один человек, вот они здесь. А можно я вам чек выпишу? Выписывает чек 5000 долларов. Долларов, 5000, а один только человек. Это какие деньги? Иосиф Дегранда, я его называю. Америка. Но ни одного цента я на себя не потратил. Вот самое главное. Ни одного. И Бог знает, кому дать. А вы хвалитесь. Хвалюсь моим Господом, как он делает. Как он небо открывает. Положись на меня. И мамона будет под ногами у тебя лежать. Мамона с радостью все отдаст тебе. И души его. Дави. Павел наш только узнал, за чего Игнатию дают. А он говорит, везде заплаты показывает и ему помогают. А батюшка ему говорит, да ты покажи свои заплаты-то. Заплаты показывает. Ну я показываю, я показываю, как надо жить экономно. С одной целью. А одна цель. Представь, в интернете меня запрашивают. Можно я вам буду пересылать десятину? А другой, можно я вам деньги перешлю? Разрешение спрашивают. Я говорю, можно. Но в одном случае, если вы доверяете мне ровно на 100%. Что я не потрачу на себя ни одного рубля. Я знаю, кому помочь. Многодетная. Новоселы. Стройка где-то что-то. Я просто знаю, куда. Мне Бог положит на сердце. Я у Бога выпрашиваю, кому можно помочь. Вы не одни. За пределами общины бывают люди. Я просто перевалочная база. Бог меня избрал на это. И речь идет, конечно, не о тысячах. А все время шестизначные цифры бывают. Ну я показываю, не скрываю. Моего тут ничего нету совершенно. Нас снабжают мукой. Вот сколько дают я в деревне отдаю лишнее. Масло растительное. Это все Бог делает. Но дают еще для лагеря. Но лагерь-то он имеет начальника. Они нас привозят. Я говорю, четыре фляги меда. Фляги полные, большие фляги. Я говорю, а куда фляги? Да это вам старое вместе. Долго определяли, мыс настоящий или нет. Или патока. Наконец Шерстобитов пришел с женой, покушал. И говорит, это гречишный мед. Не просил, притом запеть. Не просил. Не ходил. Это Бог делает. И куда вы его дели? Ну первую флягу сразу выставил среди собрания. И сказал, приходите тут. Старший. Назначил кого, черпайте. Разнесли. Другая в лагере. Ну а третий кому мог. А четвертый где-то даже не знаю. В запасе. Ты Богу доверься. Ты даже не знаешь, как все пойдет. Не надо умирать. Вот Алеша сказал сегодня слова, что там готовят. Пришел лест. Я даже не знал еще. Сейчас от него. Сейчас узнал только. Я только говорил Господь, дай спокойствие. Какое бы известие не получил. Молитва оптинских старцев. А на мне так много висит. Вот эти два пруда. Мне как охота закончить. Люба хочет теплицу делать под виноград. А один и говорит, никто помирать не собирается. Я говорю, ну что, дураки помирать. А почему? По-моему, она как раз и собирается. Помирать? Конечно. Нет. Она теплицу под виноград. Я ей говорю, что и наоборот она думала. Я не под виноград. Под виноград? Нет. Я ее хочу сделать для улика. Мне негде ставить пчел. Зимой под снегом к ним не подступиться. А уже виноград, это чтобы она пустая. Я тебе объясню, почему она... Слушай, Валя, поясни. Почему она это делает и готовится к смерти? Вот у нее первая качка. Она ее всю раздала. Она нам принесла трехлетворную банку на всех. Поделила шесть человек. Как раз это все потребуется на суде Божьем. Она это все делает и готовится умереть. И нам трехлитровую на всех. Вот так. Мы там делили. Так сколько у нее улик? Два, три там. С одного только. Чего? Давайте-то. Один. Это наоборот человек готовится к смерти. Один? Один улик. Еще спрашивать. Я кто пчел думает разводить, я сказал, он в Америке. Он говорит, да у меня я любитель такой. Нынче 75 раев поймал. Любитель. У меня, говорит, совсем маленькая пасека. 150 ульев. Мед, говорит, такой дешевый. Говорит, я его братьям, Баптист, братьям тут раздаю, развожу. Я видел это. Я говорю, и сколько у вас в среднем, так, с одной пчелосемьей. Это у нас 35 килограмм. Это уже считаю хорошо. А у них, говорит, до 200 уль. 200 килограмм на улей. Это какой медосбор? 200 килограмм. А иные пасеки 2000 ульев. Вот у нас, если где-то берет кто-то, пчеловод заплатит за то, что он моим. У них наоборот, гречишное поле, он привез туда. То хозяин гречихи урожая будет раза в полтора больше. Платит хозяин гречишного поля. А наш мед ценится лучше, чем ихний. Вот так. Это я знаю прямо из первоисточника. И мне показали, какие ульи, как делать. Они думают, я пчеловод. Я не пчеловод, я медовед. 26 стих. Сгильники. Так, хорошо, подожди. Я же говорил сегодня вопросы и ответы. Может, есть вопросы, а то дать вам ответ. По описанию. Давай. На, считай. Сирахова. Если кто не знает, это моя сестра Валентина Тихоновна. А это мой племянник, ее сын. Енох угодил Господу и был взят на небо. Образ покаяния для всех народов. Сирахова. Что за покаяние было у Еноха? Нигде не написано. Нигде не написано. Я за Таус ответил. Говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Образ покаяния он дал. И это открыто Иисусу Сирахову. Но он дальше не расшифровал. Но что означает покаяние, я так думаю, это общий принцип везде. Признание себя виновным перед Богом. Бог не ждет от нас оправдания. И его пытался оправдать, но ничего не получилось. Господь говорит, ой, все бессмысла, обращающие провидения. Вот и все. То есть, что у него у Еноха было, это седьмое от Адама, в жизни его. Видимо, Богу это сказал, показал образец покаяния. Почему неочищенное, Бог не берет туда. И поэтому он полностью через покаяние очищен, и Бог его взял. Так он не умер, и где? Златоуст говорит, взят на небо, или я взят, а на какое небо не написано. И вот эта фраза, чего нет, о том не рассуждаем, как раз к этому месту относится. Рассуждать не надо. Ну, наверное, покаялся, так же, как Давид, да? Да. Но Сирахов, он понимал образец покаяния. То есть, такой хороший был у него настрой, у Еноха ничего не скрыл, что Бог говорит, даже на небо можно взять. А люди анекдот составляют. Бог гуляет, где, прогуливается с Енохом, разговаривает, идут. Ну, когда человек разговаривает, и разговор интересный, то и времени замещаешь. И идут все дальше и дальше, а уже вечер. И Господь ему говорит, Енох, тебе далеко назад возвращайся, пойдем ко мне в гости. И взял его с собой на пять тысяч лет. Пойдем ко мне в гости. До меня, говорит, ближе, чем до тебя туда обратно идти. Вообще-то здорово. Когда мы доверяемся Богу, Бог интересно подкладывает лучшую пищу, написано. Он сам выбирает. Это не зря было, что в пустыне ели лепешку, и вкус, как лепешка с медом. И при том, каждому по вкусу. Одному надо недосоленое, другому подкислить. И вот ест, и говорит, а кто это догадался, подсолить-то, как я. А другой, я люблю с чесноком ест, и с чесночный запах. А откуда это? То есть, все, что человек едет, а вот у тебя там чувствуешь чеснок? Кто-то говорит, нет, у меня медом пахнет. С медом. Каждому по вкусу. Как чипсы, с беконом, с луком, да? Это из Святого Аверкия было. Он когда поехал, у нас с собой дорога нужна вода. Путешествие далекое. А все это надо бурдюк, шкура барана, выделанная там, и внутрь завязывать эти ножки-то, а туда наливают. В бурдюк там масло надо, и вино, и уксус. Что за уксус, не написано. А он все в один бурдюк льет, а ученик говорит, очень, а как теперь тут, там, бурдамага-то какая будет? Он сын мой, Бог все знает. Остановились. Он говорит, воды надо залить, надо чайник, и все. Он подошел, открывает там эту завязку-то от ноги, а у ноги или у головы-то, течет чистая вода. Вот сын мой, вкусим немного вина. Он говорит, ну иди. Он подошел, открывает, чистое вино течет. Но когда он лег спать, он вздумал, вина. Один. Без благословения открыл. Там такое. Он не знал, куда, в какую сторону плевать. Скорее завязал, да и долой. Это было у Прохора. Такое было у русских, святой. Соль была очень дорогая, много брали. Ну и тот поставил, за соль платить столько, дороже там несколько раз. А он говорит, а не надо. Там, говорит, свалка есть. Из котельных золу выносят. Вы там берите. Люди пошли, там одна соль лежит. Прохор его называет, лебедник. Он лебеду рвал. Лебеда, ты знаете, лебеда, она вообще-то, можно есть ее, но она горькая. И он делал там какие-то ковришки. Люди ели, как с медом. А слуга у него решил там своровать, немножко съел, не знал, как отплевать. Без благословения. Лебеда дала точно то, что она из себя содержит. А то было по благодати. И когда человек на Бога надеется, все по-другому. Вот я говорю, мне интересный вопрос задали в Москве у отца Кирилла Сахарова. Он говорит, вот со всеми как-то находите общий язык. Вот я разговариваю с католиками, с мусульманами. А вот могли бы найти общий язык с музычка. Александр Билый. У украинцев такой террорист. Он помогал этим чеченцам, стрелял там, танки подбивал российские. Ну и такой, ну патриот своего времени. Но никому не подчинялся. С автоматами заходил там, трепал всех. Я говорю, я даже искать не стал бы. Он это я. Я таким был бы. У него три дяди в ГУЛАГе погибли. Почему вы про это не говорите? Он не мог быть другим. Он смелый, сильный, мужественный. Ну а Ваков там, кажется, министр, так я правильно называю, нет? Правильно. Никита? Министр внутренних дел. Другие говорят, чеченский след. Третьи говорят, от Путина. Ну его застали где-то там три карася или какая, чайханата. Он в окно выпрыгнул. Уже падая, где-то в темноте, и стрелял там через руку и попал точно в бляху. Ну его там пристрелили и все. Без суда и следствия. То есть живем взять, никто его не мог. И вы бы с ним нашли общий язык. Я говорю, не искал бы даже. Это я. Если бы я не обратился ко Христу. Я бы сказал, Саша, твоя биография мне вот рядом сердцем. Я этим и хотел быть, отомстить коммунистам. Но Христос умер за меня. Он говорит, не ты будешь гнать христиан в Дамасске, а тебя будут гнать. Я бы рассказал ему о Боге. Он такой противный везде, все где-то. А для меня он не такой. Я в нем увидел настоящего патриота Украины. Ну, дерзкого, грубого. Ну и стал противный всем. Восстал против украинской власти. Ну а вот, какая бы ни была власть, она сильнее, у ней армия. Никакой РМ против Гитлера не устоит. И пристрелили. Ну как пристрелили Буданова Юрия, то его хоронят как патриота. Это примерно так. Еще вопросы? А вот еще. Константин Великий, это четвертый век. Ему было явление, ну, наверное, перед сражением каким-то. Крест. И там сказано, что сим победишь. И еще явился Христос. И главное, что он одержал победу. То есть это как, насколько... Ну, в первую очередь, Христос не являлся. Не являлся. Этого не было. Это житие святого Артемия. Я это расскажу поподробнее где-то. Действительно так было. Звезды сложились в виде креста. И он понял, он же язычник. А воевать надо было с Ликинием. Там и Диоклетиановы отростки были. И там кого-то ика не было. Ему надо было одержать все победы над всеми. А Ликиний, зять его был. Злодей, злодей. Пленин настоящий. И вот. Ну, почему он решил так, симпобедиши? Крестом. Крест всегда был символом христианства. Почему он решил именно так. Сделать на знамени крест. И идти с этим крестом. Ему этого не было сказано. Это в видении не было. Что сделай на знамени на своем. Вместо свастики или пятиконечной звезды. Нарисуй крест и иди и убивай. Значит, отвечать уже и нечего. Все было по-другому. А что стало? Да, непонятно, что стало. А он стал христианином. Я спрашиваю, а христианин может быть христианином без крещения, без помазания? Да нет, конечно. А он принял крещение-то в смертный час. Константин-то Великий-то. Он не принял крещение. Он не был помазом. Он не был христианином до самой смерти. И в смертный час пришел его крестить Арианин неправославный. Арианин. Вот и все. Теперь-то все это открыто. Все это скрывали-то. А отчего решили православным? Он дал свободу. Потому что чувствовал, где победа. Это был политик. Большого, крупного масштаба. Да, правильно. Но его сын уже, Констанция, все повернул к Ариану. Видение было. Это подтверждает Артемий. Но ничего больше не было. Звезды сложились в крест. Ну, видение и все. А как он его понял? Понять надо было так, что взять Евангелие, проповедовать везде, и этим победишь. Знамение Иисуса Христа. Вот как. Я так понимаю. И нигде в Библии по-другому не понимается. Но ты одержал победу, все равно. Понимаешь, мы говорим опять же. О какой победе-то речь идет-то? Ну, он просто победил. Ну, он победил врагов по-язычески. Он побил их. А если бы он победил, их они обратились, стали христианами. Это хуже было? Дальше-то всем победишь. Если бы монастыри-то все распустили. Повторяю, у одного пахомия было 11 тысяч мужиков, монахов. 11 тысяч в одном монастыре. Были монастыри по 50 тысяч. И ни одного благовестника нету. Андрей Кураев об этом пишет, говорит, что в 620 году Мухаммад умер. Это Магомед который-то. И за 6 столетий ни одного Кирилла Меподия не нашлось. Хотя те придут попозже на 2 столетия. Никого не послали. А Мухаммад-то мог быть одним из самых сильных проповедников православия. А он так, где еще услышал, там, среди евреев был, среди разных еретиков. И все это сложилось, а теперь в книге Коран. А теперь получаете его. Я считаю виновным во всем абсолютно монашество, которое закрыло все. Главное это молчание. А Христос говорит, главное это говорить. Это совершенно противоположно. Главное, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Идите по всему миру, ловите хороших, крепких людей, уговаривайте скрыться за стенами и уходили в песок, не давая потомства. Одиннадцать тысяч мужиков. Представь, одиннадцать тысяч. А мусульмане пришли позже. Они дошли до Казахстана, дошли до Киргизии, дошли до Чечни. Это они. Шесть столетий, не шесть лет. У них не было книг, они не знали веры, язычники, их так легко было обращать. Целые страны. Ни одного не послали. Ни одного. Дошли до Болгарии, все, Андрей, дошел до сюда, Россия пришла. Достаточно было. Момент упущен был на столетие. И что это сделал монахи? Я повторяю, к нам пришло христианство не евангельское, а пещерное. Почему? Пещеры листались сразу, Киевские горы и прочее. Вот Яша-то про это и говорит. У нас-то этого нету. И если дальше так пойдет, ну если Яша дальше не проникнется, то ему бы надо со мной встретиться. Я говорю про Фаста Яшу. То его удержать будет очень непросто в православии. Несмотря на то, что отец священник и дядя, там кандидат, магистр. Отец Геннадий Фаст, он его дядя родной. Вот как. Почему? У нас дети стоят. Один раз в аптестом встретился ребенок. Если ты приучил к писанию и ничего не дал, он уйдет сразу. А что тут держать это? За богослужение-то ничего не понимаем. Боятся перевести. Я сколько об этом говорил. Занимайтесь дома. Говорите, превосходство православия в том заключается, что у нас есть священство. Что у нас есть истинное причастие. Больше мы ничем не можем похвалиться. У нас есть таинство. Литургия у них этого нету. Вот только чем. А зачем тогда ты пришел? А не церковь. А если не церковь, я говорю, ты баптист, зачем пришел сюда? У баптистов все лучше, чем у нас. Не ради почести и славы стремлюсь, а Боже, к небесам. Или взойдем на голову, мой брат. Да одним стихотворением этим можно прошибить любую стену. А у нас еще, не знаю, счастнейший хирургин. Богородица, Дева, радуйся. Медведь дерет сзади, Богородица, Дева, радуйся. Один раз пропели, и хватит. Уже домой идти, опять придите, поклонимся. Уже идти надо домой, опять придите. Куда идти-то, когда уже уходить надо? А до этого соединили первый час. Я не сужу, я просто говорю, что по уму надо делать. Отстояли два с половиной часа, и придите. Куда идти дальше, только в алтарь. Дьякон стоит. Оглашенный, извините. А лицом к алтарю. Так в алтаре все оглашенные есть. Ну пусть они выходят отсюда. Будем их обращать на улицу. Как вот подумаешь, я. Особенно 40 раз, Господи, помилуй. Ой-ой-ой. В Библии есть только два раза. Два. Господи, мой Господи. Прости меня. Давид говорит. Два, даже три раза нет. Мы не знали о Тройсе. Все. От Господи помилуй. Не о Господи, не о помилуй. Никто не думает. У нас Игорь Думанов считает лучше всех. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Вижу, уже батюшка в алтаре начинает шевелиться. Три раза сказал, батюшка уже на ноги поднимается. Неправильно считает. Не так надо. Я был в семинарии. Я говорю, а как считает он? А вы знаете, как у нас есть? Вот иди сюда. Там подзывает его. Там Тимофей. Прочитай, как он. Его хвалит ректор, как он вот так поднимается. У него пузырем. Пузо. Вот так. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Пузырь. А у армян сто раз, Господи, помилуй. Что? Бог глухой или? Дура. Ну, к сорока-то привыкла. К сорока привыкла. Прямо сто раз. За раз. Может быть, ошибка какая есть. Моя мама ей, она в старобряцах была. Есть в Велестовке там какая-то, Агафья вязала-то. Ну, а я сижу, делал, я еще пересчитал. Нету. Тридцать девять. Посчитал тридцать девять. Мам, да кто-то не хватает. А почитал где семнадцать, там только шестнадцать. А большую-то считаешь? Никак не считается. Я маме сказал, мама испугалась. Поехала туда, начала разбираться. Да я как-то ошиблась, да я как-то не знаю. И то, нет, никак не считается она. Большая-то переходная лесенка. Даже тут и то. Даже она могла бы, бабка-то, Агафья-то. А мама-то сколько? Никон. Переформу делал и считает. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже. А греки приехали и говорят, не аллилуйя, аллилуйя. Нужно говорить, не сугубая аллилуйя, а трегубая. То есть, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе Боже. Это трегубая называется. Су, это два, двойная. Двойная. Су слово означает. И Никону, когда греки доказали, он говорит, страшно испугался. Что все время ты говорил, два раза, а надо три. Вот такая была вера. Особенно это в расколе видно. Я призываю к чему? К покаянию. Выйти попросить покаяния у сектантов, у старообрядцев. У старообрядцев, которые поносили, не признавали, чтобы старообрядцы попросили прощения. Ну, это так ведь легко. Это образ покаяния был бы. Ну, на небо, конечно, Бог теперь никого не возьмет, потому что уже все заполнилось. Два придут на землю, их убьют. Когда я говорю, вот вы мощи-то имеете. Ну, зачем трупы выкапывают? Ой-ой-ой. О мощах трупами называют. Я говорю, а вы как думали? И написано, и убьет он двух пророков. А кто это? Еноха и Илья. И трупы их бросит на улицах Иерусалима. Трупы. Ну, неужели Алексей Божий Человек больше и Ильи? Когда их трупы называются, а это мощь. А мощь и что? Это трупы людей. Независимо от того, какие они там, сгнили, не сгнили. Сотлели. Не просто выкопали, а обрели. Слова-то какие все. Обрели, копали, нашли. Доказательство, что нашли мощи Серафима Саровского, я не верю даже на полпроцента. Это обман. Это ажиотаж. Это афера. 20 века. Да ничего нету. Вот такой кофтежец. Какие это мощи-то там. Смотреть не на что-то. А как? На рукавник такое у меня было похоже. На рукавник. Ни генетический, ДНК, ничего не исследовал. Даже царя не знают, где найти кости. Ну, просто реально надо посмотреть. Ну, зачем балбешками выглядеть-то? Католики своих прославляют. Мусульмане у них тоже чтят мертвых. Там бабай лежит какой-то, молятся. Ну, что смеетесь-то? Это действительно так. Вспомни, королёк птичка певчая-то. Да-да-да. Как она её учила-то. А это вот бабай, ему молиться надо такое-то. И всё. Алабай свой у каждого. Давай. У нас это они чем лучше? Сейчас уже прошёл. Всё, однако всё? Вот тебе на... Всё вот такие вот. Так, вопросов ещё больше нет? А одному руководителю всё сдали. Так, вы знаете или не знаете, что батюшка намерен вернуть, а перед татом ещё смотрит-ка. Вот загадку загадал. Какую загадку? Какую? Ну куда? Зачем? Неизвестный человек. А, не ветвь, ну звонил. А, не ветвь, это загадка. В Белоруссию ездили, в Воронеж ездили по делам. Так. Что крещение Сергея-то получилось? А? Крещение с Сергеем получилось, спрашивает? Да. Получилось? Да, Сергей сам пишет, устав общину запросил. Счастливый такой, его там поздравляют. И как, не видно, не видел ещё, где-то, видимо, снято было. Кто крестил-то? С Иваном были вместе. То батюшка говорит, там какой-то человек спрашивал, как бы создать такую общину. А батюшка говорит, о, это знаешь, надо самим каким? Надо устав. И потребовал наш устав. Ну да, но наш устав, оказалось, есть устав деревни, помещенный в книге «До слова Божия нет уст». Устав детского лагеря, этот я не нашёл. Устав у нас, может быть, он и не заснятый, потому что не мы его составляли. Устав для общины составлен, был фактически, зарубежный. Его, я не знаю, там снимали, нет. Там не ксерокопия, надо, как это называют? Снимает, в цифровой вид переводит. Сканировать? А? Сканировать? Что сканировать надо будет, это да, да. Ну, он у нас практически по частям в книге есть. Дополнительно мы везли, чтобы нигде не было примести к восковым свечам. Мария Егоровна поклон, привет передаёт всех, обо всех спрашивала. 92 года. Вот как. Это жена брата старшего Самуила в Москве. А Николай-то живой? Ну, живой пока. Сын. То есть он кто мне будет, племянник? Племянник. Видишь как, вот если не думать, то ничего и не надо. Надо в любом месте, везде подключить голову, разум. А как для меня это было? Исследовать. Да мне это не надо. Не считай так. Это может сгодиться, даже не знаешь где. Я сегодня одному показывал, как портянки наворачивать. Портянки. Это вы не знаете, если вы посмотрите, я ролик поставил. Он говорит, а мне зачем это в прошлом веке? Нет. Это никуда не ушло. Это рядом. И завтра может быть... Ну, в сапогах прошли пол Европы. С сапогами раздавили где-то немецкую эту гадину, говорит. Дошли до Берлина. Все в сапогах, ботинках ни одного не было. В сапогах нога всегда чистая. Там пыли никакой нету. Обуваться намного быстрее, не зашнуровывать. Дешевле. Все, и кирзовые сапоги. Во всех отношениях сапоги это хорошо. И правильно, намотанная портянка, нога не натирается. Никак не могу научить. А зачем мне это? Странно довольно. Это надо. Ты не знаешь, что будет завтра. Вот если мы бы предполагали, хотя бы гипотетически, что вот это возможно, мы бы сразу кинулись в другой лесхоз. Но мне понравился тот начальник, где мы были. И дали, сколько дали. И мне одну доску не забраковали. Лучше нету. Это самое лучшее. И поэтому мне нет основания перематывать туда и после этого каять. Я скажу, что у нас есть, а там скажут, что у нас этого и нету. Ну еще. Судить проще всего. Я доверился Богу. Мы каждый день молимся. Пособи, Господи. Тем более, он мог бы вам плохое отправить. А ведь по совести ждет, когда хороший. Он лежит сам в больнице и говорит. Пришел он коричневый. Мы сказали нам в воду. Самый хороший надо. Мы заплатили за него крупную сумму. Очень, очень большую сумму. Но я посчитал, чуть не три с половиной раза получается дороже. Вот так. И того стоит. Если у нас это все получится, через год осядет. И там будем думать, как заблокировать посреди, где крещение идет пруда, бетонный, который спуст. Его полностью забетонировать. И тогда снова поднять кверху. На днях самое интересное. Позвонил тракторист, который работал. Сашенко Алексей Александрович. Чтобы кто-то работал, уехал и звонил. Такого не было ни разу. Первый раз. Да всем интересуется. Да раз спрашивает. Помидоры прозил, наверное, нет? Не знаю. Ну все. Просто, когда уезжал, я говорю, уезжайте на все. Ну, говорю, а я еще к вам приеду. Почему? И Валерий, который начальник, тоже так. Ну, я подарки всем сделал. Но думаю, не из-за подарков. Просто люди хорошие. Если так все будет, то мы могли начать продолжать работу. Там она уже меньше будет. Лет через пять, когда сядет все. Раньше никак нельзя начинать. Потому что все рыхлое. И трактор на сухой год надо искать. Если мы поднимем сейчас на уровень старой дамбы, то это уже что-то. А там мы можем поднять еще на полтора метра. На метр. На полметра. И то хорошо. Рыба будет. Ну, мы делали, что могли, а уж дальше Бог знает. Все. Пять лет хорошо, значит, еще не помрете, раз собираетесь строить. Тоже хорошо. И нам спокойнее. Я вам, когда спрашивала мамка ваша, я ей говорю, для вас вы разбогатеете и дальше сделайте бетонные спуски. Мы делаем временные. Как Мавзолей Ленина. Временные, а потом и постоянно уже. Если настоящие, то там большая работа бетонная. Большая. Представь себе. Десять метров длина. Три метра ширина. Еще и бока. Это же понятно, что это большой объем. Но мы сделали все возможное, чтобы прорыва не было. А если он случится, ну, катастрофа. Тогда в одном месте, где придется снова приглашать. И были бы много людей. Его можно было вот этот пруд в Симаковске бедрами вычерпать. Длину эту. Ну, а кого там вычерпают, что ли? Трактор-дроглайн не пригонишь. Этот экскаватор не пригонишь. Мы могли все поправить, но это абсолютно невозможно. Ни под каким видом. Это надо берег теперь стясывать, выравнивать. Площадка для него идти. И он бросает на тросе и тянет с собой ковыш. Ну, и дальше туда этот сапропейль-то выливать. Пруд-то. Его надо углублять вниз. А не дамбу только поднимать. При этой дамбе довернуть ему прежнее русло. Там метр четыре будет. Она тянет, тянет с полей-то все. И она набирается. Пруды всегда чистят, а мы не умеем чистить. Тогда земснаряд надо. Государство-то все сделало бы. Сейчас понатащили бы. Мы не можем ничего этого делать. Вот какие-то 270 метров. И смотри, какая маята. Ну, по крайней мере, этих уже рытвинг где-то тонул-то там нет уже. Вот как-нибудь ты бы потрудился бы насчет этой. На разъезде будку бы, вагон бы поставили нам бы садиться. Он был там, не могли сохранить. Ошиблись, говорит. Его посадят на Потеряевский разъезд, а они у нас его взломали. Нету, будку утащат. Да ну. Я говорю, будку утащат. Вот этот-то стоит и на переезде стоит. Какая будка? Ну, ихняя-то. А, ихняя, государственная? Я думал, ты будку на колесах катал. Да нет, нет. Они там обратиться, куда там? Никто не будет. Не пойдут. Пойдут, потому что мы не обратились о письменной форме. Ну, может быть и так. У меня веры нету в это. Ну, вот, надо. Веры нету. Я знаю, что у них забот полон рот. Я знаю. Они вон в Корченой мастер устроят такой дом, что тебе мало не будет. Так, подождите, еще маленько. Кто хорошо считает, попрошу прочитать одну газетку. Немножко, совсем немножко. Игорь, не надо считать? А? Ну, Леша, дайте Леша. Называется «Американский фермер, спит спокойно». Послушайте. Алеша, прочитай. Послушайте. Это «Алтайская правда». Вот, какой номер? Номер 2. 11 января 2007 год. Ну, видите, 9 лет назад. Свежий. 8 лет. Ну, считай. Значит, недавнее заседание общественной палаты края было посвящено ситуации в агропромышленном комплексе страны и Алтая. Многие участники говорили, что для вывода отрасли из кризиса надо использовать опыт США, особенно их способы господдержки и госрегулирования этого жизнеобеспечивающего хозяйственного сектора. Были приведены отдельные штрихи взаимоотношений правительства США с фермерами. Сегодня по просьбе редакции подробнее об аграрном опыте США рассказы директора алтайского филиала СИБНИИ экономики и сельского хозяйства, доктора экономических наук, заслуженный экономист РФ Михаил Гриценко. Заголовок «Слоната» не приметили. Ссылаясь на чужеземные аграрные модели, Россия уже два десятка лет формирует сельское хозяйство. Его стремятся вписать в кавычках «в новые условия», не научив нашего крестьянина азбуки рыночных отношений. Это во-первых. А во-вторых, по-настоящему не исследовался даже тот зарубежный опыт, который совпадал с концепцией отечественных реформ на селе. В том числе игнорировался или искажался опыт аграрных преобразований в США. Между тем, эта страна в 2000 году произвела 335 миллионов тонн зерна, 74 миллиона тонн молока, 37 миллионов тонн мяса, 82 миллиона тонн соевых бобов. Это, соответственно, 18, 20, 20 и 27 процентов мирового производства. Средняя урожайность с гектара 58 центнеров зерновых и 88 центнеров зерна. Я спрашиваю, у нас сколько, Игорь-то ушел? Ну, сколько? Если 25, то уже хорошо считается. На Кубани 40. Ну, на Кубани 40, говорят. А у нас сколько, Андрей, 16, наверное, да? У нас 16, наверное, где-то. 16, представь, 50. Разве-то это какая? От каждой из 9,2 миллиона коров надоины в среднем по 8250 килограммов молока. А отсюда и доходы. США ежегодно экспортируют сельхозтовары на 50 миллиардов долларов. Правда, и импортируют немало, на 40 миллиардов долларов. То есть экспортируют на выход и себе берут на 40. А высокой эффективности свидетельствует, видимо, и то, что 2 миллиона американских фермеров кормят жителей страны и часть остального мира. А вот, ну, это вопрос. А вот это известный миф не соответствует действительности. Ты говори, вопрос, ответ. Вот, а это ответ. А вот этот известный миф не соответствует действительности. На фермах там действительно трудится 2,6 миллиона фермеров, членов их семей и наемных работников. Но их работу обеспечивают, включая доставку продукта до прилавка, еще около 21 миллиона человек. То есть получается всего 2,6, а 21, то есть в разы больше. Так что в целом в их агропромышленном комплексе занято около пятой части всех трудящихся страны. А тут один все делает и возит еще, продает. Главное же условие успеха – сбалансированность АПК. Перемены в сельском хозяйстве США за последние два десятилетия в первую очередь сказались на изменении статуса фермерских хозяйств, на интенсификации производства. Эта тенденция для нас крайне важна, ибо ее оценка позволила бы предотвратить собственные ошибки. У нас ставка делается на фермерство, в скобках, желательно семейное, и на подворье населения, по сути, на те же семейные мини-фермы. А в США по переписи 1997 года 1,9 миллиона ферм. И хотя семейных ферм там 82%, то от общего количества их вклад в общий доход не превышает 12%. Семьи, в кавычках, выпали из числа эффективных товаропроизводителей. Если вычесть господдержку по 1200 долларов на одну такую ферму, они все убыточны. Эти семьи существуют в основном за счет внефермерской деятельности. За последнюю четверть века в США резко возросло число крупных ферм. Сейчас их 157 тысяч, или чуть более 8% от общего числа. Но продукции они производят на 44 миллиарда долларов, 73% от общего объема. А чистая прибыль составляет 34 миллиарда долларов, это 78%. Причем практически все крупные фермы прибыльны по основной сельскохозяйственной деятельности. Они производят 56% зерна, 66% молочных продуктов, 82% хлопка, фруктов и орехов, 90% овощей и бахчевых, 95% птицы. Они потребляют 83% наемной рабочей силы, 84% кормов. Именно формирование крупных ферм, агропромышленных предприятий за последние десятилетия, в скобках, когда Россия шла как раз в обратном направлении, создало значимое преимущество США на мировом рынке сельхозпродукции. И уточню, что здесь им помог опыт СССР, который первым создал крупные индустриальные агрокомплексы. Американцы лишь досконально его изучили и применили с успехом у себя. А мы крупные хозяйства разрушили и стараемся добить те, что еще держатся. В логике тут никакой. Заголовок. Там каждый занят своим делом. У российских аграриев утвердилось мнение, что из-за непредсказуемости рыночных, в кавычках, качелей, выжить может только многопрофильное хозяйство. А стажировавшийся у фермеров США Черниченко в книге «Письма из Америки» приводит такой эпизод. Убедившись, что откармливая несколько сотен бычков, фермер Джон молоко покупает в магазине, он посоветовал ему поставить в уголке от гона одну-две коровы ради бесплатного молока, на что Джон еще больше удивился и растолковал Юрию на пальцах, что покупать молоко дешевле, чем крутиться самому дополнительно вокруг двух коров. В этом специализации и концентрации производства и заключается одно из главных преимуществ их сельского хозяйства. Специализированные животноводческие ферми в 2000 году продали продукции почти на 94 миллиарда долларов, а это 96% всей животноводческой продукции страны. Сегодня эта отрасль в США отличается ярко выраженной специализацией. Таким образом, откармливается около половины свиней, 62% скота, 78% бройлеров. При этом крайне важным и прогрессивным является в аграрном секторе явлением. В аграрном секторе стала вертикальная и горизонтальная интеграция. Например, крупные молочные комплексы кооперируются с мелкими и средними фермами ближайшей зоны. Первые нуждаются в ритмичном поступлении кормов, в ремонтном молодняке, в раннем сбытии быков, в избавлении от навоза. Все эти услуги выполняют мелкие фермеры. То есть в зоне крупных предприятий образуется производственная система, где ограниченно задействованы фермы любого размера. Напомню, что и у нас в крае по этому принципу с успехом работала отхормочная специализация, охватывающая совхоз промышленный, хозяйство Красногорского района и Горного Алтая. И до начала экономических реформ в крае еще были эффективные откормочные, а также телочные и прочие специализации. К этому, как дополнительно, пока сдопы США, надо возвращаться. Новые тенденции у американцев прослеживаются и в птицеводстве. К примеру, компания Tyson Foods по договору снабжает фермера молодняком, кормами, квалифицированной помощью, а от него получает готовый сырьевой продукт. В штате Вирджиния фермерская семья за свой счет построила 6 бройлерников и уже 12 лет работает по контракту с Tyson Foods. Каждое помещение на 25 тысяч голов обеспечивает 5-6 оборотов за год. В итоге реализует 750 тысяч бройлеров, имея доход более 450 тысяч долларов при норме прибыли 15-20%. На подобной основе работают свинофермеры в штате Айова, картофелевод в Северной Дакоте и многие другие. Ну, скорее всего, там химии, пичка, прям 100%. Так не только там. У нас вот эти фермы, свинокомплексы. Миша там иногда мясо берет у них. И то есть там разговаривает с этим. И кормят такой химикой, что это мясо есть опасно. Так что лучше самим вырастить. Еще это не сказано, я не могу назвать. А они что? Как может курица за 2 месяца вырастить вот такой? Она вот 4 месяца может до бройлера. Последний тут заголовочек. Крестьянин, по сути, выведен из рынка. Вопрос. А насколько там гарантирован сбыть сельхозпродукции? Ответ. Еще один расхожий миф по отношению к США, что там где-то всем правит рынок, как полная свобода субъекта от государства. Это далеко не так. Это далеко не так почти 100 лет, со времен Великой депрессии. Тогда именно вследствие многодесятилетних рыночных свобод, экономика страны, и особенно аграрная, оказалась в полной разрухе. Рузвельт, начав с аграрного сектора, выводил страну из депрессии с помощью мер жестокого государственного регулирования. Была выбрана стройная система, и она действует до сих пор. Не секрет, что перед началом 19 века аграрный сектор США находился в кризисе. Прежде всего сказалось, что в эти годы урожай зерновых в мире увеличился. США оказались заложниками международной интеграции. Несмотря на рост валового дохода, прибыль фермеров сократилась на 11 миллиардов долларов, или на 20%. И что сделало американское правительство, когда из-за резко упавших цен на сельхозпродукцию у фермеров возросла кредиторская и дебиторская задолженность? Когда на 18% сократился экспорт при одновременном росте импорта, и положительная сальда в аграрном секторе упала на 2,5 раза. В 1998 году экстренные выплаты фермерам достигли 12 миллиардов долларов, в следующем 21 миллиардов, а в 2000-м 28 миллиардов. То есть за эти три года из госказны фермерам выплачено более 60 миллиардов долларов. И это при том, что согласно программе, утвержденной в качестве закона 1996 года, общий размер прямых выплат за 7 предстоявших лет не должен был превысить 35,6 миллиардов. То есть ради спасения и поддержки крестьян там, по сути, пошли на временную отмену закона. Ну то есть заплатили в разы больше. Критическое осмысление опыта американского сельского хозяйства чрезвычайно важно. Сегодняшний облик их АПК это итог многолетней и четко направленной внутренней и внешней государственной политики. И сколько бы ни говорили о свободе фермеров, о роли безграничной частной собственности, о предприимчивости и рыночных механизмах, Вся сегодняшняя конструкция этого сектора экономики базируется США на фундаменте всестороннего государственного регулирования и поддержки. Об этом мы должны помнить, возрождая свою отечественную ниву. То есть получается, что государство там просто огромное их держит. А у нас жарганлили, и он говорит, у них даже если начальство приезжает, то сначала узнает, когда у вас обед, чтобы никого не спущать. Начальство, говорит, наше лагерное монастырское ждало. Они пришли и тогда стали, говорит, разговаривать. Сколько гектар, по сколько собираете. Ну мы все сказали. Какой доход, в каком банке. Вот, там все известно, но мы тут еще раз сказали. У нас доход, примерно, 450 тысяч долларов. Так, договор подписываем. Три года к земле не прикасаетесь. Вот за три года прибыль вам выплачиваем заранее. Заранее. Как будто вы выросли, продали. И за ничто земля пускай отдыхает. Понимаешь, это... Я говорю, да конечно, в уме или нет, а что ж не работали, но, говорит, закон такой. Такая поддержка. Там осеньев добывает, он платит не 13% налога, а 80%. А здесь одинаково. Что Абрамович, что другой, Потанин, они все одинаково, 13%. Я так слышал, что это годится разве? С кого тут брать? А тут стали пугать, у кого там больше 20 овечек, налог. Больше трех коров налог. Поддержки-то никакой нет. Пока получат обещанные гроши, то своих больше потеряют. Вот и все. Ну и для чего мы это прочитали? Не, ну и так, слава богу, сейчас правительство во главе с Путиным, то есть что-то помаленечку меняют, что-то помогают. Это не так просто. Ну мы, может, столько лет разрушали. Все, потужи пояса завязывали. Конечно. Да молиться и благодарить бога. Побольше цыплят брать, выращивать. Пока налог не берут, и слава богу, можно выращивать. Пока есть возможность. Да, синие. Ну все, тогда благодарим бога. Песня. 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 Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за эту возможность в тихое время собираться, изучать Слово Твое. Господи, дай нам быть покорным воле Твоей, слушать, что Ты говоришь, и исполнять ее, Господи. Не бунтовать то, что в жизни не так получается, как мы хотим. Смири нас, Господи, мудрости дай нам, и да будет имя Твое благословенно всеми народами по всей земле за все Твои чудные дела для нас недостойных, Тебе за все вечное, слава, слава, Отец и на Святой Дух. Аминь. Если все благополучно, у нас будет материал, то мы можем в субботу уехать. На две недели души пробыли. Ну, дело видно было. Давай-ка развлечем, я не знаю. Надо увидеть, что это...